Не так давно Nokia выпустила свой первый смартфон на Android, который в целом оказался неплох, вы можете посмотреть мое видео на эту тему. И как ни странно, этот девайс получил довольно медленный процессор Snapdragon 430, и Nokia в этом плане не первый, кто воспринимает серьезность выбора подходящего процессора, как им стоило бы. Если вам интересно, почему так происходит, вы пришли по адресу, с вами Марк с канала TechAltar, и это 12 эпизод из серии закадровой истории. Поехали! Прежде чем переходить к процессорам, давайте сделаем небольшой эксперимент. Я хочу, чтобы вы представили себя продакт-менеджером такой компании, как Nokia. Вышестоящее руководство дает вам задачу — разработать новый смартфон, который стоил бы на рынке, ну, примерно 14 тысяч рублей. Как же вы будете выполнять эту задачу? Очень просто. Вы должны подобрать технические характеристики и пользовательские качества таким образом, чтобы в итоге ваша компания получила максимум прибыли. Есть только два способа достичь этого. Ваш смартфон должен продаваться в огромных количествах, и в него должна быть заложена солидная маржа поверх себестоимости. Держа это в уме, задача кажется простой. Надо посмотреть на все аспекты модели, вроде однокристальной системы, флеш-памяти, выяснить, насколько они повышают комфортность работы с гаджетом, и поделить это на стоимость каждого такого улучшения. И вуаля, все готово. Ну, конечно, в реальности задача не так проста, как кажется. Многие пользователи на самом деле не знают, что им действительно нужно. Как продакт-менеджер, вы должны не столько подобрать лучшие комплектующие, сколько преподнести их в таком виде, чтобы потребитель захотел купить ваш смартфон. И, как правило, эти две задачи противоречат друг другу, и задача тут — найти компромисс, при этом удержив в голове итоговый бюджет, конечно. Но как это связано с мобильными процессорами? Ну, честно говоря, когда я говорю «процессор», я имею в виду SOC, то есть однокристальная система. Это наиболее сложный компонент в смартфоне. Например, в свежих моделях Qualcomm Snapdragon для примера содержат в себе все, начиная от центрального процессора и графического ускорителя, заканчивая LTE-модулем, Wi-Fi-передатчиком и ISP, который обрабатывает сигнал с вашей камеры. От работы этого чипа зависит буквально каждый аспект работы вашего смартфона. Нет сомнений, что это важнейший элемент. И именно поэтому этот элемент и есть то, что вы, как продакт-менеджер, должны выбирать тщательно, не так ли? Но вам нужно помнить и о другой стороне вопроса о покупателях, которым не всегда есть дело до этих штук. Если в смартфоне и есть такой компонент, который волнует среднего покупателя крайне мало, так это однокристальная система. Дело не в том, что это слишком сложно для потребителя следить за производителями. Проблема в том, что и сам производитель не сильно озабочен продвижением своих продуктов. Говоря о цифрах, я опросил пять случайных людей с улицы, задав им вопрос, какая однокристальная система действительно хороша и почему. На выбор дал следующие процессоры. MediaTek MT6753, 8735 и Snapdragon 820, который имеет индекс MSM8996. Вы серьезно? Если эти штуки сами по себе не столь сложны, то хотя бы их нумерация выглядит как нелогичный набор цифр для покупателей. И даже относительно удачный нейминг моделей, учитывающий производительность чипа, вводит покупателей в заблуждение, как низкопроизводительный Snapdragon 430 может иметь восемь ядер, а доповые 820 всего четыре. И мы приходим к тому, что у покупателей нет четкой и понятной схемы для понимания модельного ряда. Более того, однокристальная система является чуть ли не самым дорогим компонентом в смартфоне. И внезапно вы, как продакт-менеджер, встаете перед дилеммой. Помните, что вы делаете все из подхода «А стоит ли игра свеч?». Вы можете установить хороший и дорогой процессор в ваш смартфон, но рискуете наткнуться на то, что большинство покупателей полностью проигнорируют этот факт. При выходе продукта на прилавки он станет столь дорогим, что вам придется искать компромиссы в чем-то другом, дабы найти сильные стороны девайса, которые будут проще рекламировать. Например, объем оперативной памяти или флеш-памяти. Здесь ведь больше — это лучше, так ведь? Конечно, есть нюансы вроде скорости той же самой памяти, но большинство поймет эту линейную логику. Это то, что большинство пользователей поймут. Кстати, в случае с оперативкой, особенно установка более 3 гигабайт примерно, нецелесообразна. Это не сильно повлияет на пользовательский опыт, особенно в среднем сегменте. Но пользователи этого не знают, однако наращивание памяти обойдется гораздо дешевле установки дорогой однокристальной системы, что делает выбор в сторону наращивания памяти еще выгоднее с маркетинговой точки зрения. Вот что я бы сделал, будь я продакт-менеджером. Я бы тщательно изучил аудиторию, для которой этот смартфон делается. Если мы имеем дело с пользователями, которые озабочены комфортностью работы и другими нюансами, я бы сделал упор на ту самую плавность работы, а значит на процессор. Если нет, то я бы предпочел установку 4 гигабайт оперативки и не стал бы упоминать модель процессора в своих рекламных материалах. Так что, если вы видите такие смартфоны, то вам стоит знать, для кого они предназначены. Кстати, чтобы полны понять ситуацию, стоит взглянуть на то, что делает Apple. Если вы спросите среднего пользователя продукции Apple, сколько процессорных ядер и сколько оперативки у них в девайсе, то они не только ответят, мол, мы не знаем, но еще и нам в общем-то наплевать. Все, что им известно, это то, что когда они покупают последнюю модель айфона, то он будет работать настолько же быстро, насколько они и ожидают. Разумеется, Apple может себе это позволить, так как они торгуют только флагманскими устройствами, а также проектируют однокристальную систему и собственность самостоятельно, но, эй, это работает. И складывается впечатление, что другие компании просто не имеют подобной силы бренда для такого же маневра. И знаете чего? Я даже не виню производителей смартфонов за это. Мне кажется, что вина тут на производителях чипов, которые попросту не могут объяснить пользователям, в чем преимущество одной модели перед другой. И до тех пор, пока это утверждение верно, производители смартфонов будут проворачивать эти трюки с процессорами, дабы погудить среднего покупателя к покупке. В любом случае, надеюсь, вам понравилось это видео, если да, то палец вверх, и если вы хотите увидеть больше переводов зарубежных каналов про технические тонкости, проверьте, подписаны ли вы на канал Аргумент 600, включен ли звонок оповещений, короче, мутите двойную подписку, а также подписывайтесь на группу ВКонтакте, чат в Телеграме и так далее. Всем пока! Перевел и озвучил Аргумент 600